Добрый вечер Может быть ученика, может быть наставника, но несомненно человека, артиста, музыканта, который всегда привлекает внимание своим талантам, потому что Павел Ермолаев действительно именно такой человек, очень увлеченный, яркий, изуверенный, интересный, как исполнитель, как музыкант. Это объясняется тем, что, конечно, он влюблен в свой замечательный инструмент. И сегодня такая разная, такая интересная программа как раз и будет объединена вот этим уникальным голосом, голосом клармета, прекрасного музыкального инструмента, которому подвластно абсолютно все. Но клармет сам не является, как говорится, таким уж инструментом, который вот так сразу зазвучит и возьмет нас в плен. Им должен владеть, заставлять его, просить его, может быть, уговаривать, звучать так, чтобы публика ахала, охала, вздыхала. Конечно, талантливый исполнитель. И только в руках талантливого музыканта клармета, как, впрочем, наверное, любой музыкальный инструмент, обретает свой неповторимый голос. Сегодня вместе с Павлом Ермолаевым на сцене будут его коллеги. Прежде всего, это наш замечательный камерный оркестр, художной руководитель и главный дирижер, заслуженный артист России Александр Андреев. А также музыканты города, которых я представлю чуть позже, когда они будут выходить на сцену во втором отделении концерта. В первом отделении два композитора. Первый из них будет представлен оркестровым произведением, второй с участием кларнета. И, что интересно, листая некоторые источники, я с удивлением обнаружила, что эти два композитора, в общем-то, относились друг к другу совершенно спокойно, если не сказать более. Карл Налей Вебер не считал Джо Акино Рассини композитором вообще. Ну, вот так вот сложилась программа, что именно сегодня рядом в нашем концерте они будут открывать этот вечер. И что еще интересно, те произведения, которые будут исполняться по времени, были созданы где-то рядышком. Не более 7-8 лет их отдаляет вот время создания. Сначала совсем юный Россини написал свои знаменитые сонаты для струнных, а в 10-11 годах, уже тоже, соответственно, века 19-го, самого начальника Карл Мария Вебер написал на протяжении двух-трех лет свои практически все сочинения с участием кларнета. И два концерта, и квинтет, который вы будете слушать, и еще целый ряд сочинений. Итак, дорогие друзья, мы начинаем наш концерт, инициатором которого был Павел Ермолаев. Итак, Джоакино Россини, соната для струнных номер один в трех частях. Исполняет оркестр, дирижер, заслуженный артист Российской Федерации Александр Андреев. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Играет музыка. 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 Играет музыка.